Всем привет, с вами я Виолетта и это видео о покупке канцелярии. Покажу вам покупки с сайта Алиэкспресс, из магазина Фикс Прайс и также из магазина Буквалет. Вот, начнем мы с Буквалета, так как я купила всего два бумажных скотча, да, это вся моя покупка. Каждый из них стоил по 68 рублей. Это, ну не знаю, ну блин, ну это очень дорого. Но, если учесть то, что они стоили 149 рублей, поэтому, собственно говоря, я их купила. Уже в письмах некоторым девочкам отправила такие скотчи. Вот, надеюсь, они вам понравятся. Что мне вот, вот этот очень понравился. Этот я взяла чисто за компанию, вот, просто так. Так, это, в общем-то, все покупки с буквой ЕГЭМ. Теперь у нас покупочки из Фикс Прайса. Значит, вот такой декоративный скотч, ну как бы декоративная лента. Ну как бы тканевый скотч, можно так его, наверное, назвать. Он стоил 53 рубля. В том же букве ЕГЭМ такой скотч, ну, похожий, с намоткой чуть меньше, стоит 99 рублей. Поэтому я вообще хотела взять сразу три, но у меня просто с собой было не очень много денег. Так, извините за стук, который вы слышите, это мои соседи стучат, я не знаю, зачем, по потолку. Просто стучать по потолку, вот скажите, зачем. Ладно, вот такой, классный. Мне вот очень понравился этот принт, такой вот нежный, весенний. Я думаю, весной его обязательно буду использовать в ЛД. Кстати, я сейчас ненадолго забросила ЛД. Вот, надеюсь, что осенью снова его буду везти. Так, также из Фикс Прайса вот такие классные наклейки, тоже стоили 53 рубля. Я думаю, у многих из вас они уже появились. Я хотела взять опять-таки все виды, но я уже сказала, по какой причине их нельзя. Я подумала, что лучше взять вот эти, так как вот эти цветки вроде бы, типа там, как они, вот этот вот, анитиноглазки или что-то там. Но их по-другому называть Виола. Вот, ну как бы это одна из вариаций моего имени. Ну, вроде бы, если не ошибаюсь. Черничка. Вот смотрите, да, видите, чайный пакетик. Просто вот из одной этой наклейки стоит взять эту пачку, да. Я обязательно потом куплю те, которых у меня не хватает. Там их, по-моему, всего 4 или 5 в коллекции. Я обязательно их докуплю, буду использовать во всяких открытках. То есть, да, даже в ЛД я его не буду использовать. Ну, их не буду использовать, только вот эти вот, которые не объемные. А вот эти особенно многослойные. В ЛД они будут не очень смотреться, а вот на всяких открытках и прочих каких-нибудь штучках красивых будет вообще просто идеально. Так, и купила я вот такую баночку. Это вообще баночка для чая или кофе. Тоже стоила 53 рубля. Вот. Банка для чая, кофе. 1,1 литр. Я запихала сюда свои фломастеры. Какие-то из фикс-прайса, какие-то кориока. Кстати, да, я обещала вам, что сниму видео о всей моей канцелярии из магазина фикс-прайс. Если вы все-таки еще хотите это видео, то обязательно напишите в комментариях. А если до вас уже человек написал, то просто лайкните его комментарий, чтобы я видела. Если действительно много лайков у комментария, хочу там покупки из эксп... Хочу посмотреть на всю твою канцелярию из экспресса, то я обязательно сниму. Да, и извините мне за недельное отсутствие, просто у меня не было вообще никакого вдохновения. Абсолютно никакого. Просто серьезно. Ну, вот я сейчас получила посылку с Алиэкспресса, и у меня прям вдохновение поперло. Да. Вот эти гелевые ручки я вам уже показывала. И сказала, что в принципе я... Ну, как бы некоторые меня попросили снять обзор. Я, скорее всего, сниму обзор на эти гелевые ручки. Только, смотрите, ссылки на все, что я заказывала с Алиэкспресса, я оставить не могу. Вот. Ну, как вы даже не спрашиваете, почему, потому что, ну, блин, ну, просто не могу и все. То есть вы можете сделать скриншот и найти похода. Или вот, если вы смотрите на планшете, то с телефона можете зайти и, ну, как бы, вот сфоткать. Да. Вот так вот. И найти. То есть там есть еще 48 цветов. Но у меня вот 60. Потому что, ну, я хотела 60. Да. Так, все. Покупки теперь с Алиэкспрессом. Значит, что я больше всего ждала? Ну, давайте, нет. Начнем с покупок, которые для раскрашивания, как бы. Это вот такие кисти. Три штуки. С диспенсером для воды. Что вообще тут происходит? Эти я орую. Там еще какие-то звуки непонятные издают. Стучат. Вообще кошмар. В общем, три кисточки. Они разного размера. Я их уже немного испробовала. Очень удобные. Особенно для акварельных карандашей. Стоили 85 рублей. Все три. Пришли мне где-то недели за 2-3. Вот. Очень быстро. Ну, на мой взгляд, очень быстро. Дальше. Уже все. Для раскрашения у меня больше ничего нет. Ну, как бы, немного еще вот связан пенал. То есть, складываю туда фломастеры или карандаши. Вот такой классный пенал в форме молока. Ну, я его увидела у Виктории Крокус. Я думаю, многие из вас его видели. Я вообще на Алиэкспрессе постоянно видела пенал всякие бананы. Вот такие чипсы, молоко. Вот. Но я не покупала, потому что как-то я хотела, чтобы у какого-то блогера появились. И, ну, появилась пенал, они рассказали свое мнение. Вот. Стоил он где-то 120 рублей, по-моему. Мне он очень понравился. Очень качественный. У него, правда, в первый день был такой не очень приятный запах. Ну, изнутри, вот как он пах. Но сейчас вроде запах выветрился. И все нормально. Всем советую вот купить такую пеналку. Кисти тоже очень классная. Вот. Прикольно. Мне все нравится пока что. Так. И вот сегодня мне... А, нет, еще не сегодня. Недавно. Когда я там... Вчера-позавчера. Я чуть ли не каждый день уже хожу на почту. Это меня уже все знают. Да. Потому что я еще посылки, которые у меня связаны с канцелярией, тоже получаю. Мне еще сейчас идут посылки с Алиэкспресса, с канцелярией. Так. Ладно. Все. Пришли ко мне наклейки Emoji. Вот тут 12... О, 19 листов. Стоили они, по-моему, 130 рублей. Вот, значит. Я их сейчас пока использовать не буду. И их так... И отправлять в письмах их не буду. Потому что я хочу закончить свой личный дневник. Возможно, я его, кстати, сейчас буду, ну, опять везти. Не знаю. В общем, я хочу закончить свой личный дневник. И вы, наверное, скажете, почему, зачем вообще. У меня он очень толстый. И я его закончу не скоро. И вот, когда я его закончу, я буду использовать только всякие стикеры, как бы... Ну, стикеры и наклейки, как бы, вот такие взрослые. То есть, вот, ну, всякие эти Emoji, может быть, закажу. Еще какие-нибудь такие наклейки уже не детские, да. Не которые продаются в всяких этих книжных там магазинах по 10 рублей. Ну, знаете, такие, да? Обычные самые. Я уже буду нормальные покупать наклейки, вот, типа, вот, эмоджи и всякое такое. И буду использовать их всем, скажем так, взрослым LD. Но вот этот LD, который я сейчас веду, он, наверное, ну, 96 листов. И закончится он еще очень не скоро. Вот. Мне, кстати, присылали такие стикеры. Вот эти Emoji. И мне они очень понравились. Огромное спасибо всем, кто присылал. Вот. Я их использовала, мне прям... Они просто крутые, они очень крутые. Ну, хотя, не знаю. Ну, я имею в виду, может быть, я их буду использовать в этом LD, а потом закажу себе вторые такие. Ну, не знаю, я, в общем, еще подумаю, но пока я не планировала. Да, не планировала, пока я их использую. Так, значит, последнее. Это вот сегодня я только что получила посылочку. Тут в основном стикеры и есть один скотч бумажный с ножницами. Правда, мне не очень нравится то, что тут некоторые ножницы как-то, видите, вот так вот косо, это, напечатано. То есть вот есть нормальные, что-то там написано на китайском, а потом ненормальные. Тут вот 7 метров. Декорирую ее, это, свою жизнь. Просто шикарно. Ну, он такой, как это, тоненький скотч, узенький, худенький. Да, просто шикарно. Ой, он очень классный на ощупь. Ну, бумажный, блин, что сказать. Вот, смотрите, значит. Все, вам покажу. Видите, тут ножницы не пропечатаны до конца. А потом одна пропечатана, опять не пропечатана. Это мне вот не очень нравится. Я вообще покупала, чтобы, ну, письма запаковывать, посылочки, бандерольки всякие. Но как-то что-то, не знаю, не очень удачный пришел. Не знаю, может быть, вам поведет больше и вам придет удачный. И не знаю, сколько он стоил, потому что я знаю, что за вот эту всю посылку я заплатила, по-моему, около 200 рублей. Вот. Ну, скотч, наверное, обычно стоит там рублей 40-50. Так, дальше стикеры, закладочки. Карандашики 12 штук. Нет, так напрягает этот звук. Вы просто не поверите. Так, короче, тут 12 видов, 12 карандашиков. Тут показано, как их можно прикрепить к обложке. А, вот. Допустим, это у нас обложка. Вы вот так вот цепляете и отсюда вы их берете. Но они очень классные, очень красивые. Я, тем более, сейчас бумажные стикеры стала использовать. Я бумажными стикерами выделяю те картинки, которые я хочу, ну, пораскрашивать, которые мне нравятся. Вот, очень классно. Эти карандашики, по-моему, стоили около 40 рублей. Вот, ну, там плюс-минус. Поэтому, да, я точно не помню, что заказывала недели-две назад. Да, кстати, очень быстро пришел. Заказ я просто заказываю сразу много и смотрю, как бы, сколько мне приходит. Да. Вот это, вот это молоко пришло где-то, наверное, за месяц. И стикеры вот эти пришли, наверное, недели за полторы-две. Так, вот, очень быстро. Так, следующее, это у нас стикеры айфоны. Ой, вообще классные. Я, ну, читала отзывы, но что-то я не обретила внимание, что они сзади в клеточку. А вот спереди такой айфончик. Прикольно. Ай-мой-мой. Тридцать два гигабайта. И тут яблоко, типа, неоткусно. Ой, вообще классно. Вы вот, я уверена, что вам напрягает этот стук. Ну, просто я сейчас уеду. И как бы у меня, ну, не будет долгое время. Ну, конечно, видосы будут выходить, скорее всего, потому что интернет у меня будет. И я заранее снимаю видео обычно. Ну, просто их выкладываю, всё. Ну, их очень легко тут вытернуть, вот эту страничку, всё. Вообще, очень классные стикеры. Мне прям понравились. На склеечке. В общем, я обязательно буду их использовать. Может быть, даже закажу второй, буду носить такой в школу. Будет очень классно. Так, дальше стикеры с молонгом. Так. Базовый роллинг, стандартный роллинг, что это у нас. Ой, классный этот фон сзади. То есть, когда стикеры отлепите, будет очень прикольный. Ну, останется прикольный фон. Я отлюблю, когда стикеры на таком-нибудь фоне. Классный. Ой, тут ещё молонг нарисую. Вот такая прелесть. Ой, а чего он бракованный тут? Смотрите. Бракованный стикер один. Один хоть? Да хватит уже стучать. Странно. Ну, ладно. В общем, у меня в виду странно, что один стикер прикольный. Такие милые. Не знаю, хорошо ли они клеятся. Не хочу сейчас его отклеить, рисковать. Ладно, в общем, потом проверим. Последнее. Это вот такие стикеры. Да, я подсела на стикеры. И, кстати, как я поняла... А, нет, это просто... А, да, их тоже можно вот так вот на книгу цеплять. Блин, очень прикольно вот придумаем, то, что так... Можно их спить на книгу. Стик. Гнолу. В общем, стикеры. Вот эти закладочки. Ну, я, как я уже сказала, я их стала использовать. Так. Тут очень пять лапок. В каждом, я так поняла, по 20 стикеров. То есть то, и тут еще 20 этих котиков. А, мне с той стороны вот так вот. Надеюсь, они-то не бракованы. У меня сегодня все нормально. И тут вот, как бы, нарисованы для них места. И здесь тоже для лапок. Очень мило. Прям классный стикер, да. Буду отправлять вам понемножечку посылочков. Буквально... Ой, посылочков в письмах. Ну, реально по чуть-чуть. Потому что, сами понимаете, что их немного. Кому-то даже, наверное, не буду присылать. Кто мне будет классный стикер присылать? Тому буду отсылать. Наверное, я с Алиэкспресса закажу себе еще стикеров. Потому что очень не уж классные. Особенно мне понравилось вот это вот. Когда, типа, с клапаном. В общем, вот такие вот у меня покупочки. Вот. Я очень прям рада, что мне все пришло как надо. Все. Ну, в принципе, вот эта посылка. Вот эта, как бы, она пришла очень быстро. И вот стикеры Emoji тоже пришли очень быстро. Ну, да, я прям супер-купер-рада. В общем, напишите, что бы из этого вы бы хотели купить. Особенно то, что вот я заказала с Алиэкспресса. Что вы будете искать. Что вы будете покупать. Может быть, у вас что-то уже есть. Я думаю, у многих есть стикеры Emoji. Возможно, пенал молоко. Вот эти кисти. Ну, в общем, напишите, что у вас есть. Мне будет очень интересно почитать. Не забывайте про видео о моей канцелярии из фикс-прайса. Да. Если вам это будет интересно, то обязательно пишите. В общем, это было все. Всем спасибо за просмотр. С вами была Виолетта. Люблю вас. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok